А это просто такое ругательное слово такое. Человек креста буквально. Сергей, у нас задавились три голи в Псковском Новгороде. Он твой сегодня последний. На Руси, да. Слава Богу. А, слава Богу, нас не задавят. Еще жидовствующих, еще, да, вспомните, да. Я разговаривал на эту тему тоже не раз уже и в Великом Новгороде. Да, очень люблю господин Великий Новгород. Такой город очень интересный. Тоже рассказывал там и в Пскове, тоже, значит, там у нас в других городах. Да, как, знаете ли, дело Божье, оно делается самим Богом. И неважно, как там штрафуют, арестовывают, значит, убивают, значит, там, значит, там, все. Инквизиция, знаете ли, старалась вообще как таковую Библию уничтожить вообще. И людей, которые даже интересуются Словом Божьим. Но Божье дело, оно самим Богом строится. И делается. И невозможно истребить. Как, знаете ли, вот, как какая-то там сеть конспиративная. Ищут там руководителей, главу какую-то, чтобы там поражу пастыря, как говорится, рассеются овцы, да. Но нашего руководителя не поймаешь, не нащупаешь. Знаете ли, его никак не убьешь вообще. Все, его пытались убить, его убили даже, казалось бы. Все, враг уже руки потирал. А он взял и воскрес. А он воскрес из мертвых. И вознесся на небеса и сказал, я с вами во все дни, до скончания века. И он так законспирировался, что его и вроде бы он и здесь, и не здесь. И не поймаешь его. Никакими методиками не поймаешь его. Знаете ли, НЛО проще поймать, чем его. Его не поймаешь никак. Почему? Потому что он в сердцах верующих. Он в умах наших, в наших сердцах, в наших сумках. Особенно, когда двое или трое собирается вообще там все. Все уже. Это уже, знаете ли, как его. Уже столб, да, уже все. Столб утверждения истины уже, критическая база. На самом деле, так оно и есть. Поэтому все эти две тысячи лет, это история его храма. Все первые, вот Соломонов храм, да, потом вновь настроенный, уже мы говорим, второй храм. Это были лишь прообразы, на самом деле. Скини, та же самая. Это были прообразы. Это были, как бы, ну, как вот, знаете, еще не настоящее родительство, да, а еще игра в дочки-матери. Дети играют, допустим, да, с куклами там, да. Мы понимаем, это еще и у них игра. Хотя, не думаю, что это серьезно, как бы, ну, для нас это игра. Вот. Но однажды эти девочки вырастают, уже материально, в настоящем слове, уже не просто кукла у нее, там, юбка, да, а уже настоящая лялька уже. Вот. Значит, и уже игра другая начинается уже. Там уже не рассосется. И, как бы, ты уже, уже, все, живешь уже этой куклой, уже, да, человеком новым. Вот. Так вот, и здесь то же самое. Все, что было до Христа, это, как бы, как еще игра была, вот такая. Прообразы, гадательно. Больше было вопросов, нежели ответов. По образу небесного, но это было лишь, ну, как бы, на самом деле, приготовлением. А все настоящее наступило с момента Христа. И Павел пишет, помните, да, Коринфянам, разве не знаете, что вы говорите в Храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Чтобы никто больше не сомневался. Все. Тогда же началось строительство третьего Храма. И вот уже два тысячелетия этот третий Храм уже созидается. Из живых хамней. Основанием его является сам Иисус Христос. И куполом его, завершением, является сам Иисус Христос. Главой Евсею. И весь этот храм, все это сооружение огромное, из миллионов камней живых, это все его тело. И в каждом кирпичике, в каждом этом живом камешке, да, сам Иисус Христос. Это клеточка великого многоклеточного организма, тело Иисуса Христа. Вот, это одна церковь, один дом его святой, в котором он обитает. И он живет этим домом. Слава Богу. И этот дом есть толпы утверждения истины, друзья. И враг не смог одолеть церковь Божью. Больше того, враг поражен, потому как, действительно, там говорится, я создам церковь мою, да, у Матфея, и врата ада не одолеют ее. Или в буквальном оригинальном тексте говорится, и врата ада не устоят перед ним. Мне это больше нравится, оригинальное звучание, потому что перевод этот, синодальный, он, ну, сами сигналисты порой посмеивались тогда еще, сильно дальний перевод. Порой, в некоторых местах он сильно далек от того, что оригинально говорится. Потому что в оригинальном, в этом же тексте у Матфея, в 16-м разделе, говорится о наступательной войне. А в переводе акцент сместили на оборонительную, окопную войну. А для нас оборона, смерти подобно, для христианина это просто-напросто, это все, это значит поражение уже. Вот, остановка, это смерть, вот, разложение. Церковь, она лишь сильна, как оружие победы, только лишь как оружие наступательное. И каждая душа покаявшаяся, каждый освобожденный от бесов человек, каждый исцеленный больной, это как будто бы еще одна пять земли отвоеванного в царство тьмы, перешедшего в царство света. Эта война не шуточная, а настоящая, не по наружку, по правдушкам она совершается, но совершается за души людские, совершается за каждого из нас, за целые народы, континенты, за всю эту планету, за всю эту землю. Потому что Иисус уплатил цену в своей крови за всех нас, слава Богу. И Он хочет, и это не просто маниловщина религиозная, нет, это мечта сбыточная, через кровь Иисуса Христа, она сбывается. Он хочет, чтобы все мы спаслись и достигли познания истины, слава Богу. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. И, ну не знаю, страшно или смешно рассказать сейчас, подзапливаться. Ну, наверное, все-таки хопиан, обычные люди любят, хорошее. Вот, если хорошим заканчивать, да, неплохим. Потому что еще впереди еще немало плохого нас ожидает, к сожалению, да, и очень даже плохого. Но, все-таки в конце, в самом конце, если так, подальше чуть-чуть, то будет все хорошо. Вот так вот. Если пройти взглядом мимо промежуточных всех этих инстанций, в самом конце будет все хорошо. Потому что завершится все, опять-таки, исполнением Божьего Слова, Божьей воли. А Божье Слово исполняется по-любому. Верят в то люди или не верят. Признают они это или не признают. Когда Иисус сказал, что камня на камне не останется по поводу того храма, второго храма, над ним тоже там могли пошутить, могли посмеяться. Даже не просто, есть исторические об этом свидетельства, что не библейские даже, исторические. Что даже в храме была привешена табличка, что был некто, ну, там, скорее всего, идет речь об Иисусе все-таки. Что говорил, что храм будет разрушен, но храм стоял и будет стоять. То есть, вот такая табличка, представляете? И даже когда завеса разорвалась, мы знаем, из Нового Завета, священники не зашили ее? Зашили, да? Ну, как, не то, что зашили, но, одним словом, восстановили завесу. Вот. И возобновили служение, как будто ничегошеньки не произошло. Как будто бы все по-прежнему. Но все было по-другому совсем. И даже Талмуд указывает нам, там много очень исторических, таких интересных чтений. И в Талмуде, там не только вероучительные, там очень много исторических моментов, рассказывается, что на протяжении последних сорока лет, перед тем, как храм был разрушен, жертва в нем, ну, по крайней мере, генеральная жертва всех жертв на Йом-Хар-Ки-Курим, на день искупления, судный день, Всевышним Богом не принималась. Об этом есть следительство. На протяжении сорока последних лет. И это, говорит, не христианское издание, не околохристианское. Это, говорит, Талмуд, раздел Йом-Ки-Пур или Йом-Ха-Ки-Пу-рим, или Йома, раздел еще Йома, пишут еще в некоторых изданиях. Там, где говорится о праздничестве Дня Искупления или Судного Дня, когда это была жертва всех жертв, когда входил первосвященник, ну, как патриарх по-нашему, да, допустим, во святое святых, Кадош, Кадошем, Иерусалимского храма, и заходил с кровью жертвенного животного, мы помним, да, ритуально обескровленного козленочка. Брались два козленка, ну, не буду вам все это говорить, вы уже знаете, да, все, из Писания. Брались два козленочка, бросался в жребе, и вот одного из них ритуально обескрабливали. Этой кровью как раз и окроплялся храм, внутренность этого храма и святое святых, Кадош по-еврейски, Кадош, Кадошем, еврейское святое святых, вообще, библейское святое святых. И это было раз в году. И священники наблюдали, примет ли Бог жертву эту или не примет. Были разные методики угадывания, узнавания этого. Но самое верное считалось у них приметой, это то, что они примечали по крови жертвенного животного. Они пропитывали в тот день этой кровью лоскуты материи и нити белоснежные. Пропитывали этой кровью и привешивали в храме. И наблюдали, священники в момент этого процесса всего, наблюдали за этими лоскутами, за этими нитями. И если они оставались кровавыми, то это было дурным знаком для них. И они говорили, что Бог не принял жертву. Если сверхъестественно убедались, то священники говорили, Бог принял жертву своего народа. Они брали за основу этой традиции из Исаии, пророка, который говорил, если грехи ваши будут как багряные, там в оригинальном тексте говорится еще более могущественно. Там говорится, если грехи ваши будут как пропитанной кровью, полностью пропитанной кровью тряпка, с которой стекает уже кровь даже. То есть вот такое описание оригинальное, оно отличается очень сильно. Но там говорится, но я ее сверхъестественно выбелю белоснежно так, что там слово наибелейшая белизна может так выразиться. То есть как бы она была белоснежной и белоснежной была. И священники, руководствуясь этим фрагментом, они еще делали и это обрядово таким образом в храме. И там говорится, в разделе Йома говорится, что 40 лет в целых, при неком Шимоне Цадике, праведник Симон, каждый год эти лоскуты становились белоснежными. Из пропитанных кровью, откуда стекала кровь, они становились, превращались вдруг в белоснежные. И это было знаком очень хорошим для всего Израиля. И священники выходили и объявляли всему народу, что Бог простил свой народ. 40 лет это продолжалось при Шимоне Цадике. Потом написано, 40 лет было не... Кстати, скорее всего, это тот самый Симон, Богоприимец Симеон, мы его называем, который принял потом Христа. Ну, это одна из догадок. Так вот, по годам совпадает, по крайней мере. Так вот, значит, и потом 40 лет было неопределенности написано. Временами да, временами нет. То есть иногда выпадало, иногда нет. Но дальше написано, что но последних 40 лет лоскуты никогда не становились белоснежными, всегда оставались кровавыми. Храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Отнимаем 40 лет, получаем 30-й год нашей эры. То есть реальное время, ну, историческое время страдания Иисуса Христа, потому что его Рождество, ну, я понимаю, вы знаете, да, что было чуть раньше, чем это принято считать. Вот, значит, там, сколько лет? Три с половиной года. Точнее, три с половиной года. Раньше, чем это принято считать. Это было осенью, не зимой, не в декабре, не в январе. Это было исторически, это было по-нашему, получается, середина сентября. Месяц Тешрей, начало месяца Тешрей. Вот, как раз и перепис Кесаря Августа совпала, значит, и жизнь этого тирана Ирода, вот, значит, и плюс еще по Абии в очереде высчитываются, тоже, значит, потому что, да, Елизавета была беременна уже полгода. Вот, а по Абии в очереде... То есть получается, что как раз все выпадает на середину сентября. Сентябрь, примерно, октябрь, да? Ну, говорят октябрь, но вообще сентябрь, середина сентября. Даже астрономически высчитывали обсерваторию НАСА, взялась высчитывать. Ну, оказалось, действительно, даже по положениям звезд было очень необычное тогда, значит, положение. Вот, в созвездии Девы, вот, значит, и действительно, это было 11 сентября. Сопала как раз первым днем Йон-Труа, или Рош-Хашана, праздник трубного зова, когда трубились трубы в Израиле и затем уже праздник Сухот, вот тот самый знаменитый кущей, поставление кущей. Поэтому сентябрь, октябрь, это осенние праздники, да, вот, и его первое пришествие, и его второе пришествие связано с этими осенними праздниками, в общем-то. Потому что праздники эти, они частично исполнились, но, в большей части, еще не исполнились, это праздники будущего. Вот, если летние праздники, там, весенние, они уже исполнились во всей своей полноте уже, то осенние еще, ну, как бы, им пристык исполниться. Но частично они уже исполнились первым пришествием Христа, но вторым пришествием они полностью исполнились. Вот такая история интересная. И получается в Палмуде таким образом косвенное подтверждение правдивости личности Иисуса как Христа, потому что 30-й год нашей эры как раз именно в время распятия Мессии. И много другого еще. Там же в Палмуде говорится, ну если интересно, допустим, что храмовая минора, храмовый смеслежник сам собой затухал во время жертв иношения. И это было на протяжении, опять-таки, роковое, последних 40 лет перед разрушением храма. Потом, говорится, на протяжении, опять-таки, 40 лет последних были, там в Палмуде описывается несколько очень таких страшных знамений. Храмовые врата сами собой распахивались во время служения. Врата храмовые, я вам скажу, это были циклопские врата. Их просто так даже не откроешь вообще. Не то что распахнуть их. Настя. Огромные. Согласно библейским энциклопедиям, 20 метров высота. Циклопские ворота. Многоэтажка. 20 метров высота. Тонны золота, серебра, плюс были на этих вратах. Чтобы при открытии даже, там нужно было просто огромнейшее усилие. Огромного количества стражей. Но чтобы они распахнулись, как на фотоэлементах, это, знаете ли, это было Божьим достаточным знаком для всего народа. Это было знаком того, что Бог вот, все, открывает. Один, условно, день начался от открытых дверей. Все. Добро пожаловать в Царство Божье. Да. И много было других знамений. Из страшных знамений описывается, что священники во время жертвопоношения видели ужасные видения. Видели картинки будущего. Разрушение храма. Видели, значит, Бог показывал видения. Тогда, в последних 40 лет. Войны показывал, которые произойдут вскоре после этого. Но, однако же, даже все это не остановило очень многих, к сожалению, верующих этих людей от своего дальнейшего ожесточения. К сожалению. И храм тот был разрушен. Слова Иисуса исполнились буквально. Камня на камне не осталось. Буквально. Хотя, тот самый полководец, что руководил этой операцией, Тит, его звали. Он был уже сыном императора на тот момент. И потом сам стал императором. Следующий, после отца, своего батюшки. Так вот, Тит, он приказал, ну, во время последней атаки, там уже было всем ясно, что уже сломит сопротивление всякое. Римские легионы были, освежались постоянно. Вот. Евреи были уже все уже в голоде, в холоде. Вот. И настолько, что всех там уже кошек-собак. Не нужно не кошерное все поесть. Все поедет, все, что можно было поесть. Голод начался. Люди умирали просто массово. Вот. И в июле месяце, в 17 июля, как раз последняя жена была принесена в храме. Потому что больше нечего было вообще. Ни хлеба в отношении, ни елея. Ничего не осталось вообще. Ни животного какого-то, которое можно было зарезать, в храме принести. Ничего. Все. И потом храм был разрушен. Страшная история, конечно, поднение храма. Но, с другой стороны, это исполнение слов Иисуса Христа. И потом, когда этот полководец приказал все предавать грабежу, как бы, да, насилию весь город, но храм не трогать он победил. Казалось бы, слова Иисуса Христа под угрозой, как бы, неисполнения, да. А железная дисциплина римских легионов, она притчевоязыцем была. То есть, они не могли ослушаться своего командующего. Вот. И вот начался последний штурм. И вот момент штурма вдруг, нечаянно, его величество случай. Знаете ли, как этот Чарльз Плэджин говорил, что его величество случай, это псевдоним, говорит, его величество Господа Бога. Когда он напрямую под своим именем не пишется, он работает под псевдонимом. Ему величество случай. Мне так понравилось. Да. Так вот, его величество случай. Просто так прыщник скочет, говорит. Не то, что там, кажется, случай какой. Вот так вот, фагел упал на кровлю храма. Начался пожар. Римские легионеры рискуют своей жизнью, но боялись ослушаться командующего, бросились было тушить этот пожар. Куда там? Как бы из-под поддувала разгорелось огромное пламя. Кстати, там нет никакого даже, ни коридора, ничего, никакого поддувала. Не могло быть. Это сверхъестественно было разгорание этого огня. И для погибающих евреев и для побеждающих римлян было ясно, что сам Бог евреев сжигает свой же храм. Сверхъестественное горение. Легионеры смогли лишь прямо из огня буквально вытащить кое-что, какую-то посуду, семисвежник, что могли вытащить они. И все. Все основное сгорело и плавилось. Настолько плавильная настоящая была. Настолько сильная температура горения, что тонны золота, серебра, меди плавились и стекали ручьями. И потом, когда уже все стихло, уже битва закончилась, то все эти металлы застыли между камней. Застывали. Поэтому римские легионеры, не зная пророчества Иисуса Христа, буквально исполнили его слова, взялись за ломики и занимались многие дни тем, что разваливали и камни на камне буквально не оставили. Сами того не понимая, исполнили слова еврейского мессии, мессии Израиля, который стал также и светом, просвещающим все народы. Слава Богу. Вот так вот, мои господа. Слово Божье исполняется по-любому. Признают то люди или противятся этому слову. Я верю, что и последние слова его исполнятся. Также, независимо от того, что люди будут ожесточаться, противоречить всему этому и говорить, что это все не сбудется, не состоится, не верим в это, оно все равно исполнится. Господь в очередной раз, только уже общепланетар, но докажет свою правоту и правдивость своих слов. Вот так что, братья и сестры, мы живем в уникальнейшее время. И хотя действительно, землю всю лихорадит, всю планету лихорадит уже. Вот, экономически, политически, религиозно, всячески. И мы так понимаем, что в Библии это сравнивается со схватками у женщины, схватками перед родами. И это уже не рассосется. И схватки все чаще и чаще. И эти схватки, они показывают нам, если для неверующих людей это непонятно, чем закончится. Все, конец. А мы знаем, закончится все хорошо, будут роды. Будет больно, но будут роды. И будет новая жизнь. Мы знаем, ждем новой земли и новых небес. Сверх естественно Бог очистит нашу планету. Сверх естественно все совершит. Удивительная жизнь. Поэтому закончится все хорошо, в конце. А вот это нужно, ну, потерпеться. Набраться долго терпения, вот, мужества. И Бог нас укрепляет, верующих в Него. Он укрепляет нас. Но силой не Своею. Мы все можем лишь во Христе Иисусе. Силой победившего все. Воскресшего из мертвых. Того, кто пролез на нас свою кровь, Берега Царя. Спасибо Тебе, Господь, за все. Боже, благодарю Тебя за эту милость, за благость Твою. И Ты святой, святой, святой. Кадош, Кадош, Кадош. Адонай, Господь. Элогим. Бог. Ценаот. Всемогущий. Воинств. Савов. Спасибо, Господь, за все. Кадош, 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 Кадош. Кадош, Кадош, Кадош. Свят. 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 Адонай. 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 Элогим. Адонай. Элогим. Цеват. Наш Господь. Он. Всемогущий. Я. Я. Бог и Царь, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и Силы и Славы во веки, аминь. Посети виноградник сей и благослови народство миром, благослови детей своих сыновей и дочерей, шаломом своим. И как было во время того древнего исхода, так и в наши дни Ты поражаешь Царство тьмы. И Твои поражения, Твои удары все сильнее и сильнее. Но в жилищах народа Твоего всегда свет. Среди детей Твоих нет поражения в гневе Твоем. Бог, как тогда кровь Агнца была на косяках жилища народа Твоего, евреев, неевреев, тех, кто уверовали в Тебя, Бога Аврамова, Исаакова и Яковлева. Боже, так и сегодня, на косяках нашего разума, наших сердец, наших семей, всего нашего, кровь Иисуса Христа, чистого и непорочного Агнца Твоего, нашего Спасителя и Господа. Бога Святого, кровь Бога на нас и на косяках нашего сердца. Боже Святой, Благословенный, Царь Царей, землю лихорадит, и мы знаем, что Твои удары общепланетарные, они лишь усиливаются. Но мы знаем, что схватки усиливаются, но, Боже, будет новая земля и новые небеса. Боже, новая жизнь, и мы приготовляемся к этой жизни, в этой временной земной сейчас, данной нам от Тебя спасибо. Благослови народ своим миром, своим шаломом, благословением священников, благословляю. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом своим и помилует Тебя, Да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. И пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа и Бога, Бога Отца, и общение Святого Духа прибудется всеми нами в эти последние дни. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. 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 ми. Аминь. Последняя песня, взгляд на то, как будет последняя. Мы не знаем, конечно, как там будет, но не имеющий. Сейчас, когда Тупа Господня над землёю прозвучит, И настанет вечно светлая зая. Имена Он всех спасённых переклички повторит. Там по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, На небесной перекличке, на помилости Господней буду я. День блаженной воскресенья всех умерших во кресте В оговорении и клавителей царя Всех святых, помытых кровью, пролитой на кресте Созовет он и на злоб отречу я На небесной перекричке Там по милости Господь и буду я Дай трудиться на Тебя, Господь, любовь и всем служить С утра раннего и до заката дня А когда лишь работу мне земную ты сложишь На небесной перекричке На небесной перекричке Там по милости Господь и буду я На небесной перекричке Там по милости Господь и буду я Там по милости Господь и буду я Дорогой наш небесный Отец Мы благодарим Тебя Благодарим Тебя за эту чудесную возможность Этого общения, которое Ты нам дал Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня обращался к нам Через Своё Слово, Господь Ты учил нас и наставлял нас Мы благодарны Тебе, Христос, потому что нуждаемся всегда в Твоём слове Всегда нуждаемся, чтобы Ты направлял нас Вёл нас за собой, Господь Поэтому с благодарностью, Господь Благодарим Тебя, Господь, за это чудесное собрание И просим благослови нашего друга, брата, служителя, епископа Сергея Журавлёва Благослови его, Господь В его семье прежде всего, Господь Благослови его супругу, здоровье, Господь дай Боже, укрепи, Господи Ты знаешь, что есть определённые нужды, переживания Всё усмотри И самое главное, мы молимся о том Что будет это желание, Господь Это мечта о том, чтобы много-много людей в России, Господь Они однажды обратились к Тебе Господи, мы также присоединяемся к этой молитве, Господь И просим Тебя о том, чтобы Ты что-то особенное производил в сердца, Господь Наших людей, которые окружают нас Благослови, Господь За это собрание мы благодарим Тебя Сейчас, когда мы будем расходиться с этого места Мы желаем хранить этот мир в наших сердцах Мы желаем быть теми, кем мы сегодня здесь являемся, Господи И освящать этот погибающий мир Поэтому благослови, где бы мы ни были На работе, дома Или ещё где-то, Господь Чтобы наш свет, он источался, Господь Чтобы благоухание Христова распространялось Через наши дела, через наши слова Через всю нашу жизнь Будь прославлен, Небесный Отец Тебя мы благодарим и славим наш Бог Отец, Сын и Дух Святой Аминь Благодать Господа нашего и Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа со всеми вами Аминь Будьте благословены Небольшое объявление перед тем, как вы будете приветствоваться Газета Возьмите газету, подойдите Это, может быть, подарком для ваших соседей Этот рождественский такой номер Январьский Поэтому пусть Бог благословит Четверг, домашнее служение Домашние группы не забывайте Пусть Бог благословит всех И в субботу молитвы Да, в субботу молитвы Пусть Бог благословит Пусть Бог благословит Пусть Бог благословит Пусть Бог благословит Все, только здесь. Пошли. Пошли. Три часа. Пошли. Три часа. Вон, вон, вон. Вон, вон. А вот тебе уже надо. Я могу. Просить вас. Я ламам. Вы шумой, левой, левой. Возьмите, красную. Левой, левой, левой. Олег, у тебя есть собой пресс? Левой, левой, левой. Просите. Леон, у меня есть. Я левую. Олег, я не могу. Олег! Шучка. Поехали! Поехали! Встреча. Ответр, viewers. А отт Soviets. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо